Вот, смотрите. Видно? Видно их? Хорошо. Какая она качественная? Промыли 17 раз. Я не спорю. Скажите мне, пожалуйста. Подождите, подпишите. Вы директор ОМП. Почему у меня в воде рачки, видимые глазом? Скажите, они недопустимы по ГОСу. Почему они в воде на протяжении нескольких лет? Разбираемся. Да вы уже долго разбираетесь. Три года вы пытаетесь разобраться. А деньги вы берете 59 рублей за куб? Не за рачки. А за что? За воду. Вода с жучками, маленькие жучки, рачки попадаются в фильтр. Барьерные фильтры стоят. Жалуемся. Водопровод не отвечают вообще. Все болеем. А чего не знаешь. В кастрюлю воды нальешь, думаешь, может вода чистая. Что-то сготовить. На дне вот эта вот круха такой, мурашки эти всякие живые. Чтобы хоть как-то обезопасить себя и свои семьи, жители устанавливают целую систему фильтров. У меня тоже так же стоят фильтры на входе. Вот. Потом стоит фильтр гейзер, который там пять и все вот и вот. И еще кувшин. Такой вот аквафор, который мы наливаем, используют чисто для приготовления. С крана вообще мы не пьем, потому что там вообще вода. Вот. И вот этого фильтра, вот я уже меняла его. Вот если этот аквафор, кувшин, месяц, фильтр забитый. Из-за сильного загрязнения воды часто выходят из строя стиральные и посудомоечные машины, газовые колонки, котлы и другое оборудование. По поводу качества воды жители несколько раз обращались в Роспотребнадзор. Ответы как под копирку. Роспотребнадзор, у меня есть заключение, где говорит, что все, вода у нас по ГОСТу. Хотя, если мы будем смотреть ГОСТ, там написано, не допускается наличие никаких видимых микроорганизмов. При этом пешковчане платят за водоснабжение больше, чем жители других муниципалитетов. Азов находится на таком же расстоянии от Пешково, вот, как и Кулешовка. В Кулешовке вода стоит 39 рублей за куп, у нас 59. В чем разница, мы не можем понять. Почему на одно и то же расстояние уже 20 рублей сверху. 59 рублей стоимость воды у нас, стоимость воды. А воду мы закупаем, воду закупаем. По 27, Азовский, ну, Приморский водоканал, по 27 рублей закупает. Вот посмотрите, 27 и 59 рублей. Сколько разница? Это что здесь, 7 километров расстояние. И прошу прокуратуру вмешаться не так и отписками, как она занималась вместе с ними. Потому что фальсификация за это, фальсификацию документов за все. Пусть они меня привлекают, если я нарушаю закон ихний. Пусть они ответят. Почему? Заключение по поводу воды дали, что вода пригодная. Грязная вода – проблема многих улиц села. Ситуация с сильным загрязнением воды на всех улицах, на всех концах магистрали. То есть по центральной более-менее вода, но каждая ветка заканчивается вот такими результатами. У меня 300 подписей улицы Ленина, Октябрьская, Молодежная, Тельмана, Буденова. Стоит отметить, что жителям была обещана встреча с одним из заместителей областного министра ЖКХ, который сегодня посетил Пешково. Но приехав на улицу Луначарского, где его с нетерпением ожидали, он так и не вышел из автомобиля. Возможно, подействовало присутствие съемочной группы. По мнению жителей, вода загрязняется из-за ненадлежащего состояния очистных сооружений и водопроводных труб. Однако руководителю водоснабжающего предприятия «Приморский» Владимиру Арчакову причина проблемы неизвестна. Абсолютно. Вот мы за водоканал подключали. Говорили, помогите. Где? Что? Как? Ну, вышла лаватория. Что она может быть? Непонятно. Непонятно это. Какой-то замкнутый крох и непонятно, откуда берется. Изменится ли ситуация в лучшую сторону, полностью зависит от районной и областной власти. Мы ничего не сделаем. Мы можем помочь только провести конструкцию разводящих сетей, но у нас денег нет. Да тут деньги, да тут мы будем делать. А сейчас область поможет нам установкой обеззараживания воды. Хоть она и примитивна, но будет обеззараживать воду. Вот только буквально. А вот чтобы этих рычков это вообще не было? Вот это вот как раз гипохлорид натрия будет вводиться. Что касается высокой стоимости воды, то этот вопрос пешковчане намерены задать руководству региональной службы по тарифам, визит которого ожидается на следующей неделе. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Главная музыка. Продолжение следует...